Передача начинается Это наш звукорежиссер, наш творец Всю музыку с момента кредо и заканчивая сегодняшним днем Делает данный господин Максим Юрьевич Это Тимур, вы знаете Это наш диджей Лысый, здравствуйте, Ромка И меня зовут Илья Сгоязов На сегодняшний день это не коммерческий продукт Это и есть наше творчество, это и есть такой стиль Это и есть самые настоящие мы Такие песни, такие собственные мы Каждая мелочь, изменение в моей жизни Ильяс всегда отмечается И люди это находят Ваша новая песня «Малиновая лада» Расскажите, почему вы вообще решили тачке посвятить? Ну во-первых, мы хотели окунуть зрителя, вернее слушателя В то время, в ностальгическое время Что как не «Малиновая лада» больше подходит? Да, это тачка, короче, была у нас у Пахана в детстве У него, правда, девятос был Тоже «Малиновая» А мы сейчас вот купили восьмерочку За сколько вы ее купили? За две сотни Ну реально, ребят, на две сотни Мы, правда, уже вложили сотку еще И вот сегодня ехали до «Тент и мюзик» и не доехали Девочки и мальчики, всем привет Вот такая ситуация произошла Нехорошая или хорошая Ильяс Гаязов, вот смотрите на него Вы только посмотрите на этого типа Ромка, ты как там? Песня «Пророческая» Мы же говорим Прошу тебя, не ломайся Как российский автопром Мы обращаемся больше к девушке Но в итоге, как мы и говорим в песне Я хотя бы не пешком Оказалось, что пешком Мы просто прям со студией Мы отправляемся на реанимацию автомобиля Сейчас поедем на заправку Не просто автомобиль, а «Малиновые лады» Это важно Саламчик, прошу вас Это не «Малиновые лады» Да, ребят, ребят Такой не покупайте никогда Давай, прыгай, прыгай, прыгай В общем, мы приехали на заправку Чтобы купить бензин Такие Он, короче, вперед побежал Он думает, что у него есть деньги У него денег нет Вот смотрите, как это будет выглядеть 10 литров Заполняем 92-го бензина Сейчас посмотрим, заведется Не заведется Пока не факт Ну что, момент истины? Какая ты, а? Посмотри спереди Смотри, чисто «Лады», но «ПМВ» Офигеть, все затюнили, конечно Затюнили – это наши голоса во всех песнях, ребят Броши, друзья, все-таки кал Ну ладно, что-нибудь бывает Прям на кроссы На кроссы? Ну вот на кроссы Кроссы дороже, чем от машинок Отпускай газ Газа Давай Ром, давайте бензин Пацан торчит Чисто еще не открывается Уууухууууууууууууу putting water's on a Team ПЕСНЯ Ребят, за вами следили? Да, сейчас. Вот, сразу понадобится. Конечно же. Ну что, мы доехали. Какие ощущения? Очень попахивает бензином. Очень гудит. И спасибо, что доехали. Короче, ребят, продаю, значит, за четыре сотни. Ни битая, ни крашеная. Пробег 10 тысяч километров. Не, на самом деле, отдаем в добрые руки. Да, скоро разыграем. Обязательно скоро. Все, ребят, ждите розыгрыша. Тачка, пушка, бомба. Просто тигр. Ну что, ребят, новогодняя Москва. 30 декабря. И мы идем на концерт Гаязов с Бразерс. В Известие холл. Самый-самый центр Москвы. Ох, вижу, уже много народу. Вы меня все за, и я хочу на Бали. Там мой ретус. Уведите меня на Дип Хаус. Я здесь усну и там проснусь. Вы меня все за, и я хочу на Бали. Рекой алкоголь. Уведите меня на Дип Хаус. Короче, ребятки, мы сейчас пробежались до начала концерта по залу и поспрашивали у людей, какие бы вопросы они хотели задать братьям. Мостик, короче, такой между поклонниками и артистами. Где вы будете праздновать Новый год? Где вы будете праздновать Новый год? Дома, дома. Так как мне никто не позвонил по поводу корпоратива, но вы еще можете позвонить. 8-900. Как дела? Как дела? Как дела? Как дела? Это Новый. Отлично дела. Отлично. Все хорошо. Спасибо, что интересуетесь. У вас есть девушки или нет? Да, хороший вопрос. Хороший вопрос. И хорошо бы ответить на него прямо сейчас на TNT Music, TNT One Love. Нет. Хороший ответ. Мне почему-то никто не верит, когда я говорю нет. Скажи ты тоже. Нет, я жду пока, когда вырастут наши фанаты. Фанатки. И уж тем более девушку было бы скрыть очень сложно. Поэтому у нас никого нет. Мне нравится Юля Гавридовна. Да? А мне нравится Аль... Ладно. С чего начинается ваш трек? Вот вы приходите сюда. Да. Какой первый шаг? Первый шаг. Я встаю от микрофона и начинается... И мы ищем, подбираем мелодию. То есть вы нащупываете мелодию? Ищем, 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 щупаем. Да, то есть я пою, пою, пою и подбираем, подбираем. Лоп, нашли пример. Вот он говорит, так, пой так. То есть низко, пой так, низко, вот так. Ну еще важна энергетика песня нащупываете. Это песня веселая или это песня грузная. Мы в дубле 10 пишем по вокалам и как-то из 10, вот потом мы по строчкам, чтобы вы понимали, не просто по дорожкам, да, то есть, а каждая строчка, вот мы ищем, 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 ищем. И собираемся в кучу, как конструктор. На это у нас выходит, ну сколько, у нас часа 3 это минимум, да, выходит? Но иногда бывает просто кто-то поет один дубль, и мы такие, этот дубль мы просто берем и в конечную версию готовую вставляем. Ну что, он просто... Ну в целом они приезжают, и меньше чем 12 часов мы не работаем. То есть это соковыжималка, то есть мы, все, в следующий день нужно будет выходной. Давайте какие-нибудь 3 или 5 пунктов для продуктивной работы на студии, вот лично ваши, выверенные за годы. Для меня самое главное, первый пункт, который мне вообще очень редко удается выполнить, приезжать сюда к Максу выспанным, хоть немного... Выспавшимся? Выспавшимся. Выспавшимся. Вот так вот и песни письма. Вот так и работаем. Для меня это самое главное, прежде всего, у меня непосредственно идет работа со звукорежиссером. И это наша очень золотая находка, потому что мы приехали в Москву еще в 2013 году, и мы записывали песни дома. Отсылали свой продукт обратно в Казань, где мы изначально написали, да. И там был очень плохой звукорежиссер, он как бы был бы хороший, как звукорежиссер, но как вот, чтобы как человек, то, ну, вообще не наш, не по духу, и он в нас не верил вообще. Не, ну, Макс Хайш тоже вначале не особо верил. Не, они пришли когда ко мне первый раз, ну, они как бы, ну, в принципе, были никем, и они были такими самоуверенными. Я такой, блин, ну, может быть, эта самоуверенность на чем-то основывается там. Песня 50-ая, наверное, была. Мы же шаштамповали, искали. Но мы знали, что можно было. И они приходили, они жили что-то на последние деньги ко мне. Этот Тимур говорит, я помню, как я тебя ненавидел, что я тебе последние 500 рублей отдал. Там такой доширак там кушать. Правда, и сейчас доширак. Скажу, наверное, про атмосферу, чтобы нам всем нравилась демка, то, что мы делаем, чтобы мы все качались. И все дружно думали, как сделать ее еще лучше. Мы пришли к тому сейчас, что если нам что-то не нравится, Макс берет там гитару, переписывает какие-то парты. Мы наигрываем мелодии новые, аранжируем сами. Мы с нами. Да, да. Да, да. Ой, б какой. Пошла жара У нас очень круто сочиняются песни в нашем толчке Какая песня из толчка последней? Ой-ой-ой, я промолчу, ребята Я много раз прокручивал это в своей голове, когда телевидение придется снимать мой план Я точно помню, я, ты и море было написано здесь, моя часть Хэдшот было написано здесь, круче чем было написано здесь Да блин, малиновая вода Итак, скромно, но со вкусом Как это происходит? Я сажусь вот так, делаю вот так, вот так вот сажусь, надеваю наушнички И все, и вот тут пишу текст Эксклюзив, ребят О, вы еще точно не видели Раз, два, три и Ах, у елки, ах, у ели Новый год стучится в двери Пили, ели, все шумели На ногах твои, а у ели ели Ах, у елки, ах, у ели Новый год стучится в двери Мы думаем, что это станет народной песней Мы давно мечтали сделать крутой новогодний продукт На самом деле, чтобы вы понимали, это очень-очень сложно Ах, у елки, в Новый год В ритмах с ноги Кругланд, радость и весель Хорош, хорош, хорош Какие дела? Слушайте, но я вижу, что вы все на брендах Гуччи, Дольче, пля Я был уверен до конца, буквально до конца некоторого времени, что покупая брендовую одежду, как минимум мы отдаем за нее большие деньги, и она должна держаться очень долго. И что вы понимали, купил эти штаны Гуччи, ну в районе 100 тысяч рублей, но я уверен, что это надолго. Что вы думаете, через купил в сентябре, получается, вот сегодня у нас что, декабрь только наступил, в ноябре, в конце ноября, и все, до свидания. Так как я выхожу на сцену, бренды Вечи, они очень яркие, не в смысле красочные, а в смысле они очень вызывающие. И прикольно, когда ты выходишь на сцену, и ты чувствуешь себя увереннее, вообще на улице чувствуешь себя увереннее. А так как на нас много внимания, хочется чувствовать себя уверенным, и Вечи нам в этом помогают. Ну нам нравится, как мы одеваемся, а люди мне нравятся, и нам постоянно пишут, что мы плохо одеты. А почему не нравится? Безвкусие. Не знаю, люди пишут, смените стилиста, а я не понимаю, мне кого сменять, а у меня же его нет. И голос учится, верили, били, 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 все шумели, на ногах стою я уже, еле, еле, пой эту песню, чтобы не было похмелья. Кстати, почему артисты не хотят в кадре часто записывать? Пой, не в кадре. Петь вживую. Потому что никто не умеет идеально петь вживую. На концертах другое, на концертах ты с людьми поешь. А на концертах, когда ты исполняешь 20 песен, на песне 15-е голоса слетают. И, конечно же, это не круто, когда ты таким голосом на камеру пешь. И так хейта хватает в мою сторону. А тут ты еще и подтверждаешь. Как ты пришел, кстати, к такому незвучайному голосу? Ну, мы писали очередную миллионную песню, и у нас была песня, мы ее назвали «Айскрим». И там был припев, и я пев, припев, и я просто попрековывал, спел таким голосом. «Айскрим, айскрим». И я вот так пел, я детский, мне лет 16-17 было. Вот, и эта песня, нам ее отправили обратно. Звук речер сказал, типа, «Нет, пацаны, что-то вообще не то, бит очень плохого качества». И тогда мы написали «Верните роду любовь», и я пою припев, «Верните роду». Ну, как обычно. А он говорит, спелят вчерашним голосом, таким же, каким ты пел эту песню. И мы спели, а она прокатила, и после этого все песни стали такими. «Красиво на конуле! Красиво на конуле! Красиво на конуле! Холодный, как красивый, красивый, холостой! Тебя все звали с ними, а поехал за конуле! Замечательно!»